Москва. Киевский вокзал. Скорый фирменный поезд номер 5 Москва-Киев увозит делегацию Щелковского района к побратимам в украинский город Бровары, что под Киевом. В этот раз наряду со, скажем так, официальными лицами в командировку отправляется и съемочная группа Щелковского телевидения. Для такого расширенного состава есть серьезный повод. Бровары отмечают свой 380 день рождения. Итак, куда едем? Бровары, город-спутник Киева, в полутора десятках километров к северо-востоку от него, ну почти совсем как Щелково. Население около 95 тысяч человек. Кто едет? Руководитель делегации, замглавы администрации Щелковского района Иван Семиволос. Предприниматель и районный депутат Владимир Провошинский. Ну и мы, Сергей Максимов и Ирина Микеда. Нам рассказывали, что никто из побратимов так не встречает гостей, как украинцы. Говорят, сами увидите. И мы увидели. Прямо на перроне встречали нас хлебом с солью. Иван Иванович, привет! На нашей украинской земле мы рады вас приветствовать. Спасибо большое. Принимающая сторона Григорий Голубовский, заместитель Броварского городского головы. Все время командировки Григорий Павлович был с нами рядом. Сопровождал, объяснял, подсказывал, переводил, если нужно. В общем, опекал как мог и на произвол судьбы не бросал. За что ему большое наше спасибо. Попасть в город Бровары, минуя столицу украинского государства, как вы понимаете, невозможно. Поэтому, пока ехали к месту постоянной дислокации, разглядывали в окно Киев, Днепр и слушали программу пребывания. Ну, о Киеве рассказ еще впереди. А вот расписание праздничных мероприятий юбилейного дня города, практически каждое из которых предполагало участие делегаций из городов-побратимов, надо было слушать внимательно. Потому что программа очень насыщенная. Сразу скажу, ни часа свободного времени на личные нужды у нас в итоге не оказалось. Даже помененные на рубли украинские гривны потратить оказалось некогда. Но мы и не пожалели, потому что и так было весело, увлекательно и интересно. Тем временем микроавтобус наш въехал в Бровары. Вот в окне промелькнула въездная стела. Примечательно, что эта дорога, выходя из Киева, называется Броварским проспектом, а в Броварах превращается в улицу Киевскую. Официальный прием гостей руководством принимающей стороны. Мероприятие протокольное, то есть обязательное. Мэром, городским головой, в Броварах является Игорь Сапожко. Точнее так, это сегодня он городской голова, а на момент празднования Дня города уже не первый год являлся секретарем городской рады и по украинскому закону о местном самоуправлении, исполняющим обязанности мэра. Но раз на выборах победил, мы и здесь приставку ИО опустим. Сегодня нашему месту выполнилось 380 роков. Сегодня день народжения места. Вместе с Игорем Васильевичем гостей Побратимов приветствовал и председатель районной администрации Петр Иваненко. У них там тоже, как у нас, город отдельно, район отдельно. Теперь о гостях. Их в малом зале горысполкома, именно так называется, оказалось гораздо больше, чем собственно хозяев. Потому что Бровары – очень дружелюбный и гостеприимный город. Побратимов у него много, правда, приехали не все. Российский Щелково, Белорусский Слуцк, Французский Фонтене Субуа, Эстонский Силамяе, Польские Красницкие и Гнезницкие Повиты по нашему району. А еще Побратимы есть в Финляндии, Америке и Мексике. Жители нашего района доверили нам передать вам частицу сердечного тепла по случаю вашего дня рождения. Должен сказать, уважаемые гости, уважаемые хозяева, что на календаре наших жителей на два праздника больше, чем во всей Российской Федерации. Это праздник, когда вы приезжаете к нам, и это праздник, когда нас доверяют приехать к вам. Ох и красиво, сказал наш руководитель. Умеет же. К тому времени, за несколько часов пребывания в Броварах, он успел получить у нас местное название «Заступник», «Заместитель турист». Но на этом приеме Иван Иванович сам себе дал наименование, которое очень удачно ему подошло, и тоже в обиходе стало нами применяться. Я сам с Украины полтавский хлопец, вырос на Украине, отучился, но теперь помогаю России. Наш полтавский хлопец был в Броварах 17 лет назад, и город его как тогда, так и теперь порадовал, о чем он и сообщил присутствующим. Кстати, не всех выступающих переводили. Поляков украинцы и так понимают, да и мы кое-как справились. Эстонцы и белорусы тут понятны, русский язык интернационален. Кстати, мы очень быстро адаптировались к восприятию украинского языка. Здесь вообще говорят на том языке, кому на каком удобно, и все друг друга понимают. Очень редко требуется перевод или уточнение. Поэтому и мы наших собеседников, пожалуй, переводить не будем, ради сохранения национального колорита. Равно как и слово «броварский» будем произносить на местный лад. Броварской. На официальном сайте «Броваров» начало наших побратимских отношений датировано 1992 годом. Но это не совсем так. Вероятнее всего, это время возобновления отношений между городами в постсоветский период. А начиналось все гораздо раньше. Я близко не изучала, но мне приятно, что, по-моему, самый первый город в Щелково и Бровары побратимы были. Я вообще-то в Броварах живу только с 1982 года. Но о том, что в Щелково отношения завязались очень давно, это рассказывала даже моя чеща. Она в комсомольском возрасте была в составе делегации в Щелково. Владимир Гринь оказался интереснейшим и очень ценным для нас собеседником. В частности, у него есть своя версия начала побратимства Щелково и Броваров. В городе Бровары была названа улица в районе Таргмаша имени маршала Красовского. Маршал Красовский, будучи командующий воздушной армией, освобождал Бровары. А после войны он жил в Щелковском районе. И вот, наверное, где-то одним из таких вот отправных точек, отправных пунктов, почему именно Щелково и Бровары, явилось связующее звено именно конкретно маршал Красовский. Владимир Николаевич принес нам показать чудом сохранившиеся у него уникальные документы. Вот автограф нашего полтавского хлопца Ивана Сеневолоса, когда приезжал он в Бровары с делегацией в 93-м году. И этот бюст Ленина тоже имеет историческую ценность. Не важно, что собой представляет подарок, важно от кого. А это подарок от щелковчан, жителям Броварщины. Кодированный когда? Кодированный 1978 годом. А у вас как оказался? У меня как оказался? Весь вопрос в том, что когда я работал зампредом в госполкоме, я очень часто бывал в Щелково, в Щелковском районе. И люди, которые знали о том, что у меня очень тесные связи, очень много друзей, знакомых в Щелково, вот они пришли и сказали, наверное, правильно будет, если его будешь сохранять ты. И вы его сохраняете? Естественно. И дети мои тоже будут сохранять. Так что, конечно, не 92-й год. Гораздо раньше установились дружеские отношения между нашими городами. Опять же, улица Броварская в Щелкове, или Броварская. Она идет от поворота на Щелково-7 в сторону Ивантеевки. И названа так давным-давно. Кстати, приехав в Бровары, мы узнали, что у нее, у нашей улицы, есть украинская сестрица. Капитально отремонтированная, но не к нашему приезду, а просто по необходимости. Здесь, как мы поняли, все так делают. Толково и обстоятельно. Как надо. Мы ее нашли. Как в Щелкове есть улица Броварская, так и в Броварах оказалось, что есть улица Щелковская. Так же, как и Броварская в Щелкове, она находится не на самом виду, в промышленной зоне, но может похвастаться новым асфальтовым покрытием. Вот затронули мы исторические вопросы. А эта тема ведь красной нитью проходила через все трехдневное празднование юбилейного дня города Бровары. Главным в череде мероприятий, посвященных 380-летию Броваров, стал парад истории. Уж на что широко бывало праздновался день Щелковского района, но поверьте, ничего подобного мы никогда не видели. Готовились к нему глубоко заранее. Броварчане его ждали. И вот, около двух тысяч школьников, студентов и учителей, одетых в костюмы различных исторических эпох, прошагали по главной улице перед горожанами и гостями. Костюмы, кстати, специально арендовали на киностудии имени Довженко. Парад начался от времен основания первых поселений на территории нынешних Броваров. Славянские пращуры Броварчан занимались преимущественно земледелием. В 1630 году это был небольшой населенный пункт, в котором насчитывалось 46 крестьянских и 68 казацких дворов. Эпохи сменяли друг друга. И вот уже по улице шествует крестивший языческую Русь великий князь Владимир со своим войском. Дальше – запорожские казаки. Войско под руководством воевавшего в этих краях в 16 веке князя Вишневецкого. Польская шляхта, которая царила в Броварах в 18 столетии. За ней – Тарас Шевченко, который в 1829 году 15-летним подростком впервые бывал в Броварах, да и потом приезжал неоднократно. В 1918 в Бровары пришла советская власть, которая национализировала промышленные предприятия, открывала школы для неграмотных, раздавала землю крестьянам. Бровары отмечали не только свое 380-летие. В эти сентябрьские дни, 67 лет назад, войска советской армии освободили город от фашистов. Эпизоды, посвященные Великой Отечественной войне, режиссерам удалось передать настолько ярко, что у зрителей сложилось полное ощущение реальности. Граждане и гражданки Советского Союза, Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. И ужас первых дней после начала войны, и ненависть к врагу, и гордость за сражающуюся Советскую Родину, и радость Великой Победы, и счастье, что можно снова жить и любить, все это за несколько минут испытал каждый собравшийся на Майдане свободы. Заметим, что все шествие сопровождали комментарии историков и этнографов. А дальше парад истории напомнил старые добрые первомайские демонстрации, по которым сегодня испытывает скрытую ностальгию может быть каждый второй, рожденный и выросший в Советском Союзе. Такое шествие прошло в Броварах тоже впервые со времен распада единого государства. Коллективы крупнейших предприятий – казенного завода строительных конструкций, завода порошковой металлургии, машиностроительных, фармацевтических, перерабатывающих компаний, а также учителя, врачи, спортсмены, школьники, ветераны – все прошли по площади с искренней гордостью и радостью за свою страну и свой город. И сразу, как только закончилось грандиозное шествие, было объявлено, что устроенный в Броварах парад вошел в Книгу рекордов Украины в категории массовых мероприятий. В масштабах страны такого еще не видели. Репетиция, подготовка заняла уйму времени, энергии, воспитывали наших детей, учили их маршировать. Это очень серьезная подготовка. Я бы сказала, что вся команда работала, и тут надо учитывать работу не только власти, а самое главное, что директора школ, учителя, воспитатели, абсолютно весь город празднует и абсолютно весь город принимал участие в подготовке. И тут мы обязательно должны отметить, что придумала и организовала все это Наталья Багмут. Начальник отдела культуры и депутат городской рады. Женщина с неиссякаемой энергией и просто кладезь идей. Наталья Андреевна еще и автор гимна Броваров. Она уже на следующий день города, у нее уже сценарий готовый практически. Я думаю, сейчас мы закончим празднование, она зайдет ко мне, и это обязательно будет настаивать на новых идеях и перспективах. У вас все люди такие в Броварах? Практически да. Парад запомнится надолго. И рядовым горожанам, и высоким гостям, кои прибыли поздравить Бровары с юбилеем. Невелика вроде бы точка на карте, но велико значение города для страны, для прошлого и будущего Украины. Что однозначно подчеркнуло и присутствие на празднике губернатора Киевской области Анатолия Пресижнюка и поздравление президента Виктора Януковича. Любуюсь вами, горжусь вашими успехами в развитии, пишет Броварчанам президент. И надеяться вместе с ними строить новую Украину, способную занять достойное место в европейском сообществе. Вы видите, что город расстраивается, застраиваются новые микрорайоны, обеспечиваются жильем граждане города. Конечно, это также есть достижения. Просто те маленькие ежедневные работы, которые мы делаем, они, может быть, незаметны, но они заметны для каждого жителя микрорайона, двора. Сьогодні велика радость для меня, что я святкую разом и со своими броварчанами. Сегодня бровары радуют тем, что це місто, якщо подивиться на карту України, почитати прессу, послухати радио, телебачення, що робиться навкруги і які є негаразди, то в наших броварах все це каже набагато найкращим. Позволимо себе немножко продолжить рассказ об истории броваров, поскольку не все аспекты, возможно, было отразить на параде истории. Прежде всего, даже у краеведов, краизнавцев, до сих пор нет единого мнения о происхождении названия бровары. Откуда же и как произошло название бровары? Однажды на территории бровары были бравые воры, они воровали. И вот именно от этого и пошло название города бровары. А еще есть вторая легенда. Вторая легенда повествует, что на территории бровары было много пивоварень. И много броварень. Я склоняюсь не то, что бровары-пивовары, другие есть названия, надо изучать слова. В общем, что до названия, то тут кому как больше нравится, тот так и считает. За 380 лет бровары обросли и своими легендами. Говорят, орудовал в здешних лесах русский робин гуд, соловей-разбойник. Много историй таят в себе густые леса броварщины. Было озеро, потом болото, Каупыт. Каупыт стыгло про соловья-разбойника. Связано с соловьем-разбойником. Это еще когда, ну вот тоже легенды, конечно, когда крестили Киевскую Русь, и те, что не согласны, язычники, убегали от крещения. И убегали как раз в броварской лес. На гербе броваров – церковь святых Петра и Павла, защитных символов города. Водоносная артерия и фонтан. О минерально-целебных подземных водах в недрах города мы еще расскажем. А теперь печальная страница истории всей нашей бывшей большой страны. Но не рассказать об этом было бы, наверное, неправильно. Есть на границе Киева и Броварского района одно очень грустное и страшное место. Проезжая по шоссе, не обратить на него внимания невозможно. Национальный заповедник Баковнянские могилы. Вдоль дороги уходящие в лес черные железные фигуры. То ли кресты, то ли люди с поднятыми руками. Белые рушники и фотографии со скорбными подписями. Люди давно знали это грустное место, потому что еще с времен довоенных, военных времен, ходили очень такие страшные истории, что здесь было расстреляно много людей. И во времена еще советской власти уже было признано, как говорится, скрыть это было невозможно, потому что черные археологи раскапывали здесь места захоронений, искали золото, ценности. И поэтому уже в 80-е годы здесь был открыт официально памятник, который тогда была надпись «Жертвам фашизма, погибшим в 41-43 годах». Когда же при распаде Советского Союза были обнародованы архивные записи, и если вы видели вот здесь на деревьях, то в основном это люди, которые погибли, расстреляны в 37-39 годах. То есть это жертвы сталинских репрессий, это те люди, которые погибли в застенках НКВД. Сколько их полегло здесь от рук сталинского режима, до сих пор точно неизвестно. Сначала была табличка с надписью «13 тысяч», потом «18». Сегодня цифру убрали. По неофициальным данным, в Баковнянском лесу похоронено около 100 тысяч человек. И рядовых граждан, и знаменитых украинцев, тоже попавших под безжалостное колесо репрессий. Все их имена до сих пор неизвестны. Поляки подготовились заранее к поездке сюда. Привезли с собой из Польши свечи и красно-белые ленты цветов польского флага. Мы приехали с ними. Все вместе, две польские и одна российская делегация, возложили к мемориалу цветы от имени жителей наших районов. Мы, поляки, не можем позволить себе быть в проворах и не посетить это место. Мы уважаем память невинно убитых. Это не только украинская скорбь, говорит пан Людвиг. Свежие таблички на деревьях здесь появляются постоянно, когда историки устанавливают новые имена расстрелянных в 30-е годы. Кроме фотографий, на соснах несколько тысяч белых рушников. Это как боль народа, это как воспоминание о погибших. Это то, что люди наши, которые пришли почтить память погибших людей, это их дань погибшим. И каждый человек, который приходил сюда, возлагал цветы, каждый приносил с собой рушник этот украинский и повязывал им одно дерево. Пожалуй, отвлечемся мы от рассказа о проворах и предложим вам побывать в Киеве. Обойтись без экскурсии по столице Украины по этому красивейшему городу Европы было никак невозможно. Кстати, в составе нашей делегации из четырех человек было аккурат поровну тех, кто в Киеве бывал, и тех, кто приехал сюда впервые. Поэтому запечатлевали мы самые-самые достопримечательности. Ездили опять совместно с поляками, с их помощью иногда воспринимали происходящее немного под другим углом зрения. Например, так же, как и к быковнянским могилам, с не меньшим уважением и вниманием отнеслись они к мемориалу памяти жертв Голодомора в Украине, что совсем недавно был построен близ Киево-Печерской лавры. В саму лавру мы не пошли. Чтобы обстоятельно познакомиться, нужен был целый день, которого у нас не было. Ограничились фотографированием рядом с лаврой на фоне 62-метровой «Железной леди» работы скульптора Вучетича. Это не та украинская леди, о которой некоторые, может быть, подумали. Скульптуру «Родина-мать» видно практически из любой точки Киева. Даже если она кому-то не нравится, сложно представить Киев без нее. Солнечная сентябрьская погода во всей красе представила нам и другие святые места. Кафедральный Владимирский собор с уникальными росписями русских живописцев на бульваре Шевченко. Софийский собор, или Софиевский, как его здесь называют, главная святыня Киевской Руси и, наверное, самое первое место, куда стремятся попасть гости Киева. И неземной красоты фиолетово-голубой комплекс Михайловского Златоверхового монастыря, в прямой видимости от Святой Софии. Мы разглядывали древние стены и купола, а гетман Богдан Хмельницкий снисходительно улыбался с высоты. На Андреевском спуске, Киевском Арбате, Вернисаже, Манмартре или как хотите называйте, мы хоть бегом, но побывали. Самая живописная улочка города, где предлагают свое искусство и ремесло местные умельцы, художники, музыканты. На Андреевском спуске остановились мы перед Андреевской же церковью. Она считается самой красивой в Киеве. А Иван Иванович проявил профессиональный интерес строителя к оригинальной архитектуре культового здания. Это двухэтажный стилобат с крышей и террасой, по которой можно гулять. Через Андреевский спуск прошли мы на Старокиевскую гору. Только побывав здесь, можно узнать, откуда есть пошла русская земля. Гора предстает в том самом первозданном виде, в котором ее увидели основатели города – Ки, Щек, Хариф и сестра их Лыбить. Присели на камень с исторической надписью. А уникальной 400-летней Липе, которая цветет до сих пор, мы пожелали простоять еще столько же. Отметилась наша делегация и в эпицентре современной общественной и политической жизни столицы Украины. Сегодня сложно представить на Майдане незалежности посреди фонтанов и стеклянных куполов подземного торгового города палатки оранжевой революции. Однако в новейшей истории именно здесь украинцы предпочитают выражать свои политические взгляды. А гости из России здесь просто сфотографировались. Крещатик, главная улица Киева, предстал перед нами в своем неформальном обличье. По выходным здесь весело и шумно. Часть улицы перекрывают, она становится пешеходной. И здесь можно встретить всевозможных творческих личностей, радующих туристов и прохожих. Но полиция, тем не менее, не дремлет. И если вдруг что, ну, сами понимаете. На многое из того, что мы видели в Киеве, мы посмотрели еще раз во время прогулки по Днепру. По правому борту Труханов остров, где-то там и дорога на Бровары. По левому набережные шоссе, Киевские парки, речной вокзал, подол, нижний выходящий к реке район Киева. И опять же, Андреевская церковь, родина-мать и другие наши старые знакомые. Кинули в воды Днепра монетку, чтобы вернуться еще. Все делегации так увлеченно стали избавляться от мелочи, что потом, когда мы хотели обменяться с новыми друзьями на память, оказалось, у всех остались только бумажные деньги. Ими меняться не стали. Многое в Киеве, конечно, осталось вне поля нашего зрения. Пора возвращаться в Бровары. Тем более, что и там есть на что посмотреть. Броварчане очень любят свой город. И они никуда не хотят отсюда уезжать. Чтобы понять, почему, достаточно провести тут хотя бы один день. Просто побродить по улицам и дворам. Остается устойчивое ощущение, что в Броварах все делается для комфортной и уютной, а значит, долгой и счастливой жизни каждого жителя. То есть, если за что-то берутся, то делают основательно. Не на один день. Валентина Алексеевна Морозова родилась в России, в Воронеже, но уже больше 20 лет живет в Броварах. Последние 8 лет работает начальником управления жилищно-коммунального хозяйства. Хозяйство это городское знает досконально, болеет за него и очень им гордится. Сейчас мы находимся в сквере «Юность». Этот сквер построен и открыт в этом году в Броварах. Он находится в жилом микрорайоне, где в основном девятиэтажка. Но этот микрорайон построен не так давно. Считается молодым, так сказать, микрорайоном. Здесь очень много детей, и потребность в таком сквере была большая. В сквере много игровых форм для детей разных возрастов. На эстраде летом проходят детские конкурсы. Думаете, он один такой? Мы поразились, но подобные детские городки, просто может поменьше, есть в Броварах в каждом дворе. В каждом. А дворов здесь около 300. И только порядка 20 еще не оборудованы полностью, сокрушается Валентина Алексеевна. Но две новые площадки открыли в день города. Ладно, страшно завидуем белой завистью и едем смотреть местное ноу-хау. Как в Броварах научились бороться с автомобилями на газонах во дворах жилых домов, используя для этого отработавшие свое детали старых лифтов. Начали использовать эконом-метод, делая металлические столбики и тросы с лифтов, которые мы снимаем, используем их в качестве ограждения от машин на газонах. А вот так выглядят в Броварах площадки для вывоза мусора. Подвижные контейнеры, а вокруг ни характерного запаха, ни мусоренки. Тоже штришок в общую картинку городского благоустройства. Ну и чтобы уж окончательно влюбить вас в Бровары – бювет. Не знаете, что такое? Мы тоже не знали, нам показали. Эти небольшие гидротехнические сооружения в виде беседок или павильонов есть в разных уголках города. Бюветы – это для того, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой. Воду для Броваров мы забираем из реки Десна на очистные сооружения и потом подаем. Хотя качество технической воды, которая у нас подается, она соответствует ГОСТу. Но для того, чтобы иметь, как бы я сказала, живую воду, поэтому строятся бюветы, они есть в каждом районе. Не подумайте, что за питьевой водой в Броварах обязательно надо идти на улицу. Ту, которая подается по водопроводу в квартиры, пить тоже можно, но не так вкусно, как минерально-целебную из подземных резервуаров. Вспомните-ка, что изображено на гербе города. Качество воды в бюветах регулярно проверяет санитарная станция. Плохих показателей практически не бывает. Зато желающих набрать воды в любое время и в любую погоду хоть отбавляй. Сама люблю пить воду из бювета. Могу просто подойти набрать и пить вкусная вода. Бровары – очень спортивный город. Достаточно сказать, что из стен Высшего училища физической культуры вышли знаменитые на весь мир клички – боксеры Виталий и Владимир Кличко. Кроме них известны имена пловцов Олега Лисогора и Сергея Бреуса, лыжницы Валентины Шевченко, легкоатлета Виктора Ястребова, еще боксеров Сергея Дзинзирука и Юрия Нужненко, паралимпийца Василия Лещинского. На высшем уровне играет гандбольный клуб «Строитель». Новые спортивные звезды зажигаются постоянно. В Сингапуре были первые юношеские олимпийские игры. Вот у нас чемпионка приехала из Сингапура, она броварчанка. А как же иначе, если в городе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом? Стадионы, бассейны есть. Оборудованные спортивные площадки в каждом дворе. Четыре, по одной в каждом районе, с искусственным покрытием. Мы видели своими глазами, даже довольно сильный дождь не мог прогнать с зеленого ковра юных футболистов. У нас почти в каждом дворе есть, мы стараемся построить детскую площадку. Обязательно спортивная должна быть, очень большой популярностью пользуется футбол. Поэтому стараемся делать спортивные площадки для мини-футбола. Есть с искусственным покрытием площадки. Но это центральная, где может собираться не только один двор, а целый микрорайон. А площадок для футбола сколько в городе? Много. Я не пересчитаю даже. Делаем паузу. Эти слова надо осознать. Но нас уже поджидает следующий элемент культурного шока. Где вы еще видели такие уличные тренажеры? Спортзал под открытым небом для всех желающих и совершенно бесплатно. Кроме спортивных площадок мы стараемся на улицах поставить, ну, на преддомовых территориях. И вот как здесь в парке, это спортивные тренажеры уличные. Они очень пользуются большой популярностью, начиная от пенсионеров, которые обычно приходят сюда по утрам тренируются. А потом спортсмены-бегуны, которые здесь бегают, а дальше дети. Развивается и хоккей. Это мы обнаружили буквально через стену от нашей гостиницы в огромном многопрофильном комплексе «Терминал», где также есть бассейн, аквапарк, залы для боулинга. Одна из основных площадок комплекса «Терминал» – это ледовая арена. Здесь проводятся турниры по хоккею, в том числе международные. Работает прокат коньков для всех желающих. В общем, она никогда не пустует. Вот и сегодня уже с 8 утра здесь тренируются хоккеисты. От жесткой мужской игры самое время перейти к созерцанию женской красоты. Семь лет в Броварах существует традиция, которая нам очень понравилась. А как она нравится броварчанам, можно было судить по тому, какой аншлаг наблюдался в городском культурном центре «Прометей», где проходил конкурс красоты «Мисс Бровары-2010». Места в зале, ясное дело, хватило не всем. Поэтому народ старался хоть краешком глаза взглянуть на самых красивых броварчанок. Разумеется, все делегации в полном составе тоже были приглашены. Каждый год 1 сентября строго в 17 часов проходит кастинг участниц конкурса красоты. Все девушки города об этом знают и могут заранее подготовиться. В итоге 16 участниц, прошедших не только строгий отбор, но и ежедневные в течение трех недель занятия, выходят в финальную часть. На сцене держатся вполне профессионально. А судя по их презентациям, и амбиции, и жизненные цели у броварчанок весьма высоки. Конкурсантки знают себе цену. Может и правда мы видели будущего министра юстиции, кто знает. В жюри конкурса хватало звездных имен. Ну, во-первых, глава города Игорь Сапошко. А также народный артист Украины, прекрасно известный и в России, Владимир Моисеенко. Еще один народный артист – хореограф Григорий Чапкис. Зрители своей шумовой поддержкой выбрали мисс зрительских симпатий. Жюри определило двух вице-мисс. Шановные друзья, мисс Броварин 2010 стала учасницей... Победу празднует 20-летняя Ольга Левчук. Будущий хореограф. Какие качества помогли ей выиграть, члены жюри не признались. Но очевидно одно. На посту первой красавицы Броваров брюнетку сменила девушка со светлыми волосами. Передача королевской короны состоялась. А вообще всех конкурсанток, не только финалисток, буквально завалили подарками. Не дешевыми. У спонсоров конкурс красоты пользуется особой популярностью. Все спонсоры поняли, что этот конкурс дает возможность раскрыть им свой потенциал и рекламировать себя как спонсора. Поэтому сегодня у нас очень много спонсоров, которые приходят, дарят свои подарки, участвуют, поддерживают нас. Поэтому конкурс стал очень дорогим, элитным. Конкурс «Мисс Бровары», как вы понимаете, тоже придумала Наталья Багмут. А еще здесь есть конкурс красоты среди девочек и мальчиков 4-7 лет. И творческий конкурс «Бровары имеют талант» и много каких еще. И все проводится на очень высоком уровне. Так что и победа, и просто участие – это шаг вперед и в карьере, и в личной жизни. Это дает возможность раскрыть себя и шагнуть вперед каждой девушке. Теперь у меня есть шанс стать моделью, фотомоделью. Я буду принимать в этом участие. Наши девушки, которые побеждают на конкурсе, встают и мисс Украина, и мисс Киев. Они идут в модельный бизнес. И может быть у кого-то меняется судьба, кто-то выходит успешно замуж. Кстати, вот мой сын женился сразу же после конкурса, взял себе в жены прекрасную девушку, мисс Бровары для детских симпатий. Город Бровары называют экономически развитым и инвестиционно привлекательным. То есть он и в этом похож на Щелково. Да и отрасли промышленности похожи. Металлургическая, пищевая, химическая, производство стройматериалов и другие, поменьше масштабами. По случаю Дня города всегда проходят выставки и ярмарки местных товаропроизводителей. Вообще-то осенью они здесь бывают каждые выходные. Для торговли даже перекрывают бульвар независимости. Торгуют украинцы весело. Узнаете? В принципе, каждый уважающий себя болельщик Киевского Динамо, Донецкого Шахтера или всей сборной Украины обязан иметь такой шарф. А выпускает их броварская трикотажная фабрика. Как мы убедились, вязаные изделия пользуются спросом. Вот только бирки, сделанные в броварах, мы ни одной не нашли. Спросили, почему? Ответ поразил своей простотой и непосредственностью. Когда эти шапочки и варежки покупают, например, французы, там уже пришивают свои этикетки, какие хотят. Сделаны во Франции, например. Броварское объединение пчеловодов-пасечников организовало на ярмарке свою продажу с дегустацией. И тоже с народными песнями. Ну а как без них научить броварчан и гостей правильно есть мед? Хоть понемногу, но ежедневно. Чтобы они очень любили мед и чтобы они ели его каждый день, хоть немного, но каждый день. Мы в следующем году много меда сделаем и соберем, вернее, и чтобы вы приехали к нам. И мы вас будем угощать, просто угощать. Мечты сбываются. Это не рекламный слоган и не утверждение убежденного оптимиста. Это название крупной компании по производству школьных тетрадей, альбомов для рисования и блокнотов. 90% сетей внутреннего рынка реализуют эту ходовую продукцию. Люди нас знают, и мы неплохо, все хорошо зарекомендовали уже на рынке, на тетрадном рынке, что касается качества и что касается ассортимента продукции. В общем, мы являемся одним из главных производителей на Украине по тетради. А делается все это где? Это все делается в славном городе Бровары, в котором мы сейчас и находимся. Колбаса, майонез, молоко, хлеб, конечно. Каждый уважающий себя самодостаточный район, город, все это производит у себя. Броварской производитель на ярмарке не жадничает, радует горожан низкими ценами, скидками и бонусами за покупки. И те с благодарностью покупают. Несколько неожиданно для нас Бровары оказались и центром обувной промышленности. Мы вроде бы значения не придали, но проходившая мимо бабушка нас поправила. Сделанных Броварах. Броварские, 11 фабрик ездят. 11? Конечно, 11. В наших планах по знакомству с Броварами обязательно присутствовали национальные украинские традиции. Праздничные мероприятия Дня города оказались нам в помощь. Для начала мы отправились в городской парк, где развернулся фольклорный городок Броварская Слобода. И где можно было увидеть, как готовят украинский борщ, попробовать пампушки и галушки, узнать, почему в Белоруссии драники, а на Украине деруны, посмотреть на казацкие забавы. Правда, плотность человек на один квадратный метр площадок Слободы была повышенная в несколько раз. Поэтому спокойно и обстоятельно нам удалось сделать только одно – продегустировать солдатскую кашу из полевой кухни, которая, каша, на нашу совсем не похожа. У нас полевая кухня обычно готовит гречневую кашу, а на Украине – целка. Каша, конечно, хороша, но какая же Украина без сала? Очень хотелось нам найти аутентичное украинское национальное достояние. Планировали на рынке, но до него добраться нам времени не хватило. Выручили броварские школьники. Десять лет подряд в День города в Броварах разворачивается аллея искусств. Каждая школа или даже детский сад, социальные центры с помощью творческих работ представляют себя так, как сочтут нужным. В этом году в связи с круглой датой выбрали историческую тематику. Они представляют исторические факты, как жили бровары в XIX веке, XVI-XVII веке. Ой, приїхав Гамалія, аж у ту скутару. Сидять брати-запорожці, дожидають кари. Гей, як крикнув Гамалія, брати, будем жити. Будем жити, винопити, п'яни, чарапити. Городская гимназия подготовила к выставке очень яркую экспозицию XVI-XVII веков. Каждый должен знать историю своей родины, уверены ребята. Этому их и в школе, и дома учат с детства. Как мы растем, вырастаем, и нам родители все это рассказывают. Мы с детства знаем все эти легенды о происхождении нашего дорогого, милого города. В действительности народ, который помнит и уважает свою историю, это великий народ. А вот и обещанное сало. Оно оказалось частью гимназической экспозиции. Настоящее, с прожилками, с мягкой ароматной корочкой. Рядом с удивительно вкусным украинским хлебом. И даже просто глазами не залюбоваться было невозможно. Ребята поправили. Че смотреть? Пробовать надо. И угостили телевизионщиков из России. Смачного вам! Пока мы изучали душевные национальные традиции и угощались элементами выставочного стенда гимназии, наш полтавский хлопец тоже не скучал. Исполнял полезные, а иногда и приятные обязанности руководителя делегации. Сначала Иван Иванович был замечен раздающим интервью нашим броварским коллегам телестудии «Наше Мисто» «Наш город». Потом попал в объектив уже своей щелковской телекамеры, в окружении украинских девушек с галушками. Но не только салом и галушками готовились броварские школьники к приезду делегаций городов-побратимов. Приготовили каждому свои подарочки. Нам вручили вот этого трогательного домовенка с пожеланием здоровья и конверт с письмами. Ребята написали своим незнакомым друзьям, за что они любят бровары. Один за памятники, фонтаны, детские площадки во дворах. Другой радуется, что построили еще один детский сквер, где проводятся бесплатные детские дискотеки. Автор третьего письма и вовсе Киев называет пригородом броваров и гордо заявляет «Мы счастливы, мы броварчане». И хочется по-хорошему им позавидовать. В День города прошло много и других мероприятий. С утра Игорь Сапожко поздравлял самых юных броварчан, малышей, родившихся в эти праздничные дни. Подарки вручили ветеранам, находящимся в больнице. Честовали золотых юбиляров. Прошла матчевая встреча по боксу между спортсменами броваров и Киевской области. Финал художественного проекта «Бровары имеют талант». На площади свободы развернулась выставка ретроавтомобилей. Все очень резонансное и любимое горожанами. Берем самое лучшее, что только можем и продолжаем эту традицию. Жозеф – спекулянт. Это отдельная страница истории города Бровары. Колоритнейшей внешности француз. Потом выяснится, что не очень ты француз. Почетный гражданин города Бровары. Ему уже 80, но называть себя просит исключительно Жо. Даже попытка обратиться к нему месье Жо не имела успеха. Да, а спекулянт – это фамилия. Правда. Но об этом чуть позже. В 70-е годы он создал в городе Фонтене-Субуа Общество дружбы Франции СССР. Хотели завязать побратимские отношения с каким-нибудь городом в Союзе. После два года, это уже в 84-м году, получили письмо, не именно уже муниципалитет у нас, письмо, что вот где-то решили дать город Бровари. Почему нет? Моя мечта – это, я хотел, чтобы, это сказать, побратим, это не было только руководство. Я хотел, чтобы народ, маленький народ вступил тоже. В 86-м начался обмен делегациями между Фонтене и Броварами. Ездили семьи, школьники, спортсмены, ветераны. А на заре перестройки советскому человеку попасть в Париж – это было что-то невероятное. Когда, я скажу, женщины вошли в наш супермаркет в это время, 20-30 дней после того был кризис нервов, потому что для них было страшно. Теперь Жо Спекулянт приезжает в Бровары по несколько раз в год, и его здесь знает каждый. Возглавляет ассоциацию «Друзья Броваров», проводит гуманитарные миссии. Жо, не могу не спросить, откуда русский язык вы так хорошо знаете? Хорошо, это большое. У меня есть много недостатков. Он был родной язык. Я родился в Париже, но родители были одесситы. Вот я так и знала, что без Одессы тут не обошлось. Но вот удивительная фамилия звучала, говорит Жо, изначально несколько по-другому. Шпикулант. И думаю, что человек, кто когда-нибудь фамилия на Шпикулант, тот или, я скажу, глухой, или снимает, и пишет. Шпикулант пишет по-французски «спекулянт». Возь «спекулянт» уже по-русски «спекулянт». К моменту начала традиционного для любого дня города вечернего концерта в Броварах шел дождь. Но едва ли нашелся хоть один, кто не пришел на Майдан Свободы по этой пустяшной причине. Владимиру Моисеенко присоединился его коллега и сценический партнер Владимир Данилец. Вдвоем с шутками-прибаутками они вели мероприятие. Кроме них, из выступавших артистов, известных за пределами Украины, отметим, пожалуй, группу «Гумбокс». Радовали зрители и местные коллективы. В Броварском районе, можно сказать, я вырос. Сейчас прошли мои дошкольные годы. И все каникулы где-то до восьмого класса я проводил здесь, на прекрасных живописных берегах реки Любыч. Это рукав Десны. И вот такой вот вырос. Я всегда говорю, смотрите, как в Броварском районе все хорошо растет. Между Киевом и Броварами, по-моему, раньше было пять километров, а сейчас, по-моему, нет вообще. Заканчивается Киев, начинаются Бровары. Но в отличие от, скажем так, киевлян, люди здесь проще, чище, как-то настоящие. Вот они ближе к земле, ближе к природе, поэтому они искренние. Вот хороший, замечательный город. Добрые воспоминания нашлись у Владимира и о Щелковском районе. Приятно. Мы работали достаточно много по Подмосковью, и я помню, я помню, вот из, по-моему, 20 или там даже больше концертов, мне запомнилось Щелково, запомнился Зеленоград. Замечательные были концерты, замечательные зрители, хороший, правильный, ухоженный зал. Это запоминается. В программу звездного шоу входило и приветствие жителей и руководителями делегаций. Иван Иванович, показалось, о чем-то задумался. Хитрецы-белорусы припасли свой подарок на этот случай и перед всем городом торжественно вручили мэру. Француженка снова нацепила свою парадную ленту цветов национального флага. Но наш полтавский хлопец безоговорочно победил в номинации «Зрительские симпатии». А мы все ждали, когда же он заговорит на Ридной море. Добрый вечер, шановне праворчане! Добрый вечер, шановне праворчане! На Майдане Свободы закончились торжества по случаю 380-летия города Бровары. Нам здесь понравилось. Надеемся, что смогли и вас немного заинтересовать, и вы захотите узнать наш город по-братим поближе. Обязательно сделайте это, если будет возможность. Приезжайте в Бровары. Это ведь совсем недалеко от Киева, а Киев от Москвы. Мы обязательно еще приедем. Дорогие щелковцы, желаю, чтобы дружба между нами всегда была и оставалась такой, как она есть. И, соответственно, чтобы между нами не было никаких преград и границ. Вот это самое главное. Мы единый народ. Из Броварок, в Щелково, пламенный привет! И с удовольствием приедем еще. Если меня увидят в Щелково, те, кто меня знает, с кем я встречался в Щелково или здесь, на Броварщине. Друзья, я всем вам передаю привет. Найкращих побожань! Будьте здоровы, будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»!